Повышенная температура, головная боль, кашля, ломота в суставах – это далеко не все неприятные симптомы гриппа и ОРВИ. Как избежать заболеваний и какие меры сейчас предпринимаются в учреждениях здравоохранения, нам рассказали специалисты района больницы номер два. Пик заболеваний гриппом пришелся на декабрь. Многие школы и детские сады закрывались на карантин. Однако сейчас болезнь отступила, а среди детей превышения эпидпорога по гриппу нет. А вот среди взрослых бушует острая респираторно-вирусная инфекция. У нас идет повышенная заболеваемость ОРВИ. И у взрослых она превышена на 45%. У детей сейчас заболеваемость снизилась. В поликлинике сейчас введен масочный режим. В отделениях, где лежат больные, объявлен карантин. Ну а сами жители, чтобы избежать болезни, также могут предпринять ряд мер. Конечно, самым эффективным способом остается вакцинация. Однако об этом надо было позаботиться заранее. Прививали в поликлинике с августа по ноябрь. Сейчас любые прививки приостановлены в связи с риском заболевания. Необходимо постараться избегать массовых мероприятий. В том же общественном транспорте очень кстати придутся медицинские маски. Не забывать о самой элементарной мере гигиены – мытье рук. Ведь вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактно бытовым путем. Если все же болезнь настигла одного из членов семьи, необходимо также принять меры предосторожности. Если дома появился больной, значит его нужно оградить от здоровых. Или это будет отдельная комната, или какой-то дальний угол комнаты. Не пускать туда детей, особенно маленьких, пожилых лиц, лиц с хроническими заболеваниями. И ухаживать за таким больным должен кто-то один из семьи. И соответственно пользоваться масками. При заболевании гриппом H1N1, более известным как свиной, одним из наиболее опасных симптомов является синюшность губ и одышка. В таком случае положена скорейшая госпитализация. Всю полезную информацию можно увидеть на памятках поликлиники, которые распространялись начиная с осени прошлого года. Были выпущены тиражом порядка 18 тысяч экземпляров. И конечно самое важное. При самых первых симптомах болезни у ребенка отменяются и школа, и детский сад. Родители должны понимать, что нельзя допустить эпидемии среди детей.